Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи Чемпионата Мира 2022 года. Матч 1-8 Франция против сборной Польши. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Итак, встречаются у нас команды из группы С и из группы Д. Первое место группы Д. Это сборная Франции, которая набрала 6 очков. Также 6 очков у них в группе набрала сборная Австралии, но по, скорее всего, разнице мячей французы опередили. Австралийцы вышли с первого места и попали на сборную Польши, которая заняла второе место в группе С вместе со сборной Мексикой. Можно сказать, они поделили вторую строчку, но также по дополнительным показателям Польша прошла дальше. Ну и вот мы видим отличный момент в исполнении Карима Бенземы и Киллиана Мбаппе. Сформировали они быстренько вот так вот гол на 21-й минуте и выходят вперед в статусе действующего обладателя чемпионата мира. Мы уходим также на перерыв при счете 1-0. Защищать титул это самая трудная задача, которая возможна на этом чемпионате мира, да и в принципе на любом турнире. И как мы видим, отличную игру показывает сборная Франции во втором тайме, увеличивая свое преимущество. Это снова Киллиан Мбаппе. Уже многие после группового этапа посчитали, что если Мбаппе так же и продолжит выступать, то скорее всего станет игроком этого турнира. И в принципе я здесь абсолютно согласен, потому что ну а кто если не Мбаппе? Роналду как бы не показывает все на что он способен. Еще вот эти всякие разногласия с судьями, что вот не засчитали его гол, что он там дотронулся все-таки до мяча, хотя мяч записали на Бруно Фернандеша. Ленель Месси более-менее еще начинает как-то вот показывать свою игру. Все-таки забил ворота сборной Австралии, благодаря чему сборная Аргентины смогла пройти в четвертьфинал. Ну а мы видим небольшую сказку для сборной Польши, отыграв с 0-2. Они сделали 2-2 благодаря голам Щеманский и Зурковский. Но поэтому нас ждет дополнительное время. Снова видим мы атаку сборной Франции. Рабье, дальний удар. Ну вот Войцех, честно, отлично здесь отыграл. Угловой в исполнении сборной Франции. Аккуратный пас на Кюнде. Первый удар не прошел, а здесь просто уже пустые ворота. И Кюнде забивает победный гол сборной Франции в дополнительное время на 98-й минуте. Благодаря чему сборная Франции одерживает победу со счетом 3-2 и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожидан. Встреча, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok